Здравствуйте! Вас приветствует Таганрогская телевизионная сеть в студии с обзором городских событий Елена Асховская. В начале выпуска коротко о главных темах. В Таганроге четыре сотни человек лишились работы на автомобиле-строительном предприятии HT Auto. Началось массовое высвобождение работников. Трагедия произошла на переезде Миржанова. Грузовой поезд раздавил внедорожник с людьми. Стандарты качества работы управляющих компаний должны быть приняты в Ростовской области. УК должны работать добросовестно и профессионально, быть прозрачными для тех, кому они оказывают свои услуги. Подробно об этом и многом другом смотрите в ближайшие минуты. Оставайтесь с нами. В Таганроге четыреста человек лишились работы. На предприятии HT Auto началось массовое высвобождение работников. По последним данным, работы лишилось четыре сотни человек. Для них на территории автомобиле-строительного завода сейчас развернут консультационный пункт Центра занятости населения. Бывшим работникам автозавода будут предложены новые рабочие места из числа вакансий, которые имеются в базе Центра занятости. В случае, если какие-то специальности окажутся невостребованными, предусмотрены программы переподготовки. Это позволит повысить социальную защищенность людей, которые подверглись сокращению на автопроизводстве. Списки уволенных рабочих для трудоустройства переданы на крупные предприятия Таганрога. Грузовой поезд раздавил внедорожник с людьми. Трагедия произошла 27 июля на переезде Мержанова Ростовской области. Водитель автомобиля марки Renault Duster, нарушив правила дорожного движения, решил проехать на запрещающий знак светофора. Однако проскочить водителю не удалось, в результате чего произошло столкновение с поездом. После столкновения состав протянул иномарку еще 300 метров. Все это время машинист поезда выполнял маневр аварийного торможения. Из-за аварии водитель машины погиб, а две женщины-пассажиры получили тяжелые травмы. В Ростовской области должны быть приняты стандарты качества работы управляющих компаний. По мнению авторов этого проекта, управляющие компании должны работать добросовестно и профессионально, быть прозрачными для тех, кому оказывают они свои услуги. Определение стандартов качества должно проходить при активном взаимодействии органов исполнительной власти региона с представителями общественности, управляющих компаний, уточняет Донской губернатор. Область намерена взаимодействовать в этом вопросе с федеральными структурами, в частности, консультироваться с Министерством регионального развития Российской Федерации. Василий Голубев подчеркивает, что все решения, которые связаны с реформированием коммунальной отрасли и наведением порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, будут проводиться при активном участии общественности. И о других темах. По информации Управления здравоохранения Таганрога, в нашем городе стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости, связанным с эпидемией энтеровируса. Продолжают регистрироваться единичные случаи обращения детей с клиническими симптомами в виде стоматитов, герпангин и гзантем. В большинстве случаев в легкой форме. При лабораторном исследовании тесты на энтеровирусы отрицательные. Однако по-прежнему отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в связи с чем актуальным остается соблюдение простых правил профилактики кишечных инфекций. Необходимо обязательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены. Фрукты и овощи перед употреблением в пище следует тщательно мыть, купаться только в официально разрешенных местах. Не следует приобретать продукты у частных лиц в неустановленных для торговли местах. А для питья необходимо использовать только кипяченую и бутилированную воду. Донской Росздравнадзор приостановил обращение аскорбиновой кислоты ВИАЛ на территории Ростовской области. Из аптек изымают раствор витаминов для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг, который произведен Северной китайской фармацевтической корпорацией. В ходе экспертизы в испытательной лаборатории Росздравнадзора в ампулах раствора были обнаружены осколки стекла. Опасность представляет раствор аскорбиновой кислоты ВИАЛ серии 13-01-02, годный до января 2015 года. И о новостях спорта. Более 40 многофункциональных игровых залов появятся в Ростовской области до 2020 года. Развитие игровых видов спорта находится под пристальным контролем правительства Ростовской области. Однако проблемы спортивной инфраструктуры тоже хорошо известны. Это не только создание и развитие материально-технической базы, сохранение тренерского штаба и коллектива игроков, но и комплексное развитие детского, юношеского и профессионального спорта. Министерство и спортивная федерация должны выработать совместную программу развития каждого конкретного вида спорта. В рамках концепции развития инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в Ростовской области до 2020 года планируют построить 42 многофункциональных игровых зала. В Таганроге появится памятник Михаилу Таничу. Администрация Таганрога получила предложение от Международного благотворительного фонда «Ангел Руси» определить место для установки памятника уроженцу Таганрога, популярному поэту-песеннику Михаилу Таничу. Заложить первый камень в основании будущего монумента планируется в День города. Кстати, свои предложения о том, где в Таганроге можно установить памятник Михаилу Таничу, каждый житель города может направить в фонд «Ангел Руси». Таковы основные темы, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Информационную картину дня дополнит прогноз погоды на завтра. Я же благодарю вас за внимание. Желаю вам удачи, всего самого доброго. До встречи!